что-то мелькает маленько отступить подальше прям без экран занимаешь вот так вот так вот как сейчас есть еще можно как-то счет у тебя плохой глазок то так плохо видно иди сюда а здесь все темно ну-ка и так еще хуже выключи вот так но добрый день да добрый день спаси господи как вы там но с божьей помощью нормально слушаем твои все программы там и про собачек и про там коровок все про голубей ну и вот с епископом на эту встречу я на посмотрел всю да я ему даже письмо написал что какое письмо расскажи письмо написала что пускай хорошее письмо написал постучался ему ну чтобы там нагреть что такое благовестника у вас гонят что это за жизнь у вас пошла но еще что-то сказать сказал что здесь если у вас самих и нету людей так вот готовый служитель пускай служит открывайте дорогу ну вот тишина а ты как на бумаге написал письмо я по интернету написал а потом позвонил туда они мне а потом опять позвонил провели они говорят получили господи помоги молюсь здесь видишь эту стену пробить вообще я не могу пробить у нас такие люди горячие значит чуть что не так так такая целая война начинается поэтому уже где меня бог поставил я там служу вот сейчас школе директор пригласил нас там и значит у нас есть дьякон он немножко знает писание хорошо сейчас мы школу с ним пойдем уже в грузинскую школу и там на же русский школ нет уже вот пойдем школу там откроем библейский кружок у нас открыт сейчас библейский кружок класс у нас здесь учебный класс на церкви есть но по мере сил так отец на ум я тебя спрошу об одном вопросе ты задумывался когда или нет сколько грузин на свете а грузин да да но значит при период коммунистов мы когда начинали с тобой да где-то было 6 миллионов население грузии было да а во всем мире да а все во всем мире это я не знаю нет но здесь вообще во всем мире они жили в основном компактно это в грузии было значит такой эмиграции не было а сейчас уже где-то четыре с половиной миллиона вот так вот здесь у на грузии стало население у нас есть даже фильма вот здесь как грузины уехали и как они там плачут о своей родине как там отец где-то 15 лет не видел сына а другой гать я мать не могу поехать там с америки похоронить и ну там уже епископ сейчас патриархом по рукоположил епископа в америке ну там уже священники есть окормляют наши грузин чтобы они ну здесь меня не американились не ассимилировались в эту страну видишь наш правитель туда поехал ну и вот он вот этого духа принял здесь духа на здесь вроде ложной свободы саакашвили михаил да да а где он сейчас запутно спрошу где он сейчас он да он в америке он америке там пакости тоже делает а раньше на него будто бы прокуратура что-то имеет грузинская да но у него на нем много крови он значит сделал значит против населения ну там она поднялась против там делала демонстрацию да и он это на войска пустил эти обученные омон и они там с этими резиновыми пулями с газом там очень много людей пострадала ну и там значит ну такие это дела мне рассказывать сложно да сектантов всех ввел и губистов здесь да дал им права и чуть что там на них начинают нажимать ну значит нормально начинают нажимать они сразу милицию жалуются а милиция вызывает вот наших там православных и штрафы дает и ну в общем так неприятности имеют они так что здесь под ложной свободой вот это и ересь и вот эти законы у нас же приняли закон на значит закон о дискриминации что не надо дискриминировать этих этих садамистов да а патриарх выступил против этого ну а да это я рассказывал эту историю ну вот на телевидении везде они такие шуточки вот отпускают вот им дают эфир дают экран ну так здесь насчет церкви у нас так вот патриарх ну вот он такой светильник положительным но насчет проповеди это туго так вот попутно спрошу а кто вас сейчас главой правительства или президентом как называется вместо саакашвили так то сейчас да но у нас по резидент георгия могла и бадашвили так и верующие не ну он такой он был там в америке обучился нет что-то верующего у него нет да а потом примеры и ракли как его фамилия елена да ну не это вас они это министр обороны да ну да премьер-министр да он главным управляет ну что то они между собой и президенты иногда спорят кому куда поехать там значит серьезные вопросы значит они все хотят в америку в оон россия конечно очень против здесь и вот вроде было тихо открыли границу там начали там продукты эти фрукты зелень возить и оон овощи вино начали возить там ну хорошие продукты наши и да а сейчас вот как они там в америку в европу туда хотят значит россия значит единую армию хотят создать вместе с абхазией вот здесь грузинской территории и вот это как угроза грузии сейчас вот они очень так стревожились наши правители ну и саакашвили еще что там он хотел сделать там переворот подготовил 500 таких своих ну своя партия у него там было своих людей чтобы они ну пакости делали людей подрывали что все у нас плохо делали какие-то диверсии чтобы сменить правительство здесь а ну на нем очень много крови я это ты же знаешь что у нас тюрьме случилось это какое дело его разоблачили нет не знаю нет да это это вообще страшное было дело значит там они значит там эти садомисты эти надзиратели и они издевались над людьми и когда уже ну там подробно снята в этих картинках уже было даже по телевизору не таком а мутном плане они показывали как они там здесь что вставляли что это делали да и вот когда уже были но выборы новые значит нового президента нового правительства тогда вот это все всплыло там один человек это что там записывал он это все раскрыл это дело здесь да и конечно народ уже восстал что в тюрьме делалось это же не в одной это во всех тюрьмах делалось здесь что так издевались над людьми столько невинных людей пострадало вообще унизили людей ну это конечно сыграло тоже большую роль здесь в этом чтобы сменить правительство но это правительство наше но тоже не очень она здесь вроде она церкви лаяль но лаяльно вот так слова значит поддерживает церковь вот это гарибашвили и раклии гарибашвили значит он значит с патриархом ездит и там что-то такое открывается он приглашает патриарха советуется с ним сейчас одну минуту алё да алё кто да добрый кто это не на иди послушай не на да да и вот он гарибашвили значит ну а не все там церковь ходят и свечки ставят и да ну вроде так с виду все нормально но вот я расскажу сейчас свою историю значит у меня вот строительство здесь такая хорошая церковь у нас много народу собирается здесь и вот мы учить начали много книг у нас здесь и сейчас переводы на грузинский язык есть вот здесь и очень доступно это все дело и значит у нас сейчас временно остановилась вроде у нас есть средства есть нам обещала там министерство обороны эти блоки на туфовые блоки чтобы стены поднять мы уже положили цоколь значит уже только стены надо и вот они там значит они передали министерство обороны передала на аукцион а аукцион это министерство экономики но вот такие детали рассказываю а значит а там этот который директор акционах это он только это должен министр экономики должен решить ами ты не дойдешь до него понимаешь здесь не можем добиться уже третий месяц три месяца у нас заморожена за этих камней здесь вот сейчас но вот замминистра вроде завтра может нам обещают сделать встречу в общем и молюсь и стучу и иногда осуждаю но вот здесь наверно не знаю вот может за грехи мои вот так вот здесь это заморожено это дело но вот сейчас проповедью вот на начало значит здесь вот патриарх у нас говорить слово все время очень умные вещи но чтобы вот раскрыл евангельскую тему вот как раз было это воскресенье на вот любите любите врагов ваших вот это же так такая богатая тема вот я посмотрел эти проповеди проповеди николая сербского значит здесь дмитрия ростовского там они так глубоко раскрываются именно что враги наши здесь нам человеку могут принести большую пользу в укреплении веры и в духовном росте вот я эту тему сказал и вот сожалению да вот сейчас мне моя доля лена да ты видела да высокая красавица да говорит ты не смей говар осуждать патриарха да ну просто вот здесь вот такие учебные структуры нужны вот здесь очень нужны ну как это сдвинуть это а насчет крещения да вот я слышал это прочитал что там правда не вышло по этому адресу говорит вы что что-то не на тот сайт попали не вышло какое постановление я бы там дал бы священникам если это постановление может ты пришлешь мне здесь вот этого белорусского архиерея так я тебе послал на скайп внизу нет но ты послал адрес а само постановление ты мне пошли на этот на ум 221 так нет ты там нажми там же указано где нажми и нажми не но ты выслал я уже по адресу пошел не вышло у меня другого у меня другого нет это мне прислали нет эти адрес прислали а ты само поставление копии сделай и пошли нет у меня я не смотрел у меня нет времени даже посмотреть а нету да я просто людей разослал тогда отец послужи там постучи им чтобы они прислали и это мы бы размножили здесь да еще я хочу когда у нас о крещении все материалы есть которые к истинному православию у меня в книге да к истинному крещению 136 свидетельств там вполне это знаем да это знаем но понимаешь здесь они привыкли делать сверху здесь ну допустим я могу прислать тебе фотографию где патриарх кирилл говорит как надо и тут же держит ребенка кверх ногами и макушку головы мосят фотография ну это это уже это я уже знаю эту тему я никого не крещу без погружения а если взрослый человек или бочку найду или на на море здесь Билийское море или на Куру ездим на Куру конечно да или да вот там как у вас там пчеловод то ваш как закончил год а пчеловод ну один сын вот они что-то не могут с собой вместе наладить дело один сын хорошо собрал здесь хорошо собрал даже уже хорошую машину собирается покупать у него родился сейчас мальчик мальчик хотят назвать супруга говорит Авраам назовем а вот может так назовут спорят еще пока здесь а младшие называют не по святцам не по календарю ну да да ну не по календарю они называются да потом закончить тему вот столько возникли нации разные языки при вавилонской башне так да 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 значит тогда мы можем предположить так что ну приблизительно как животные были по паре может быть люди по парам или компания уже какая была это после потопа прошло семьсот двадцать один год люди уже расплодились и вот стали одни говорят по-английски другие по-русски третьи по-грузински и каждый пошел в свою сторону грузины дошли до гор им понравилась река вот эти вечные снега вот да ну их там ну допустим десять миллионов там еще где-то в Греции много я разговариваю в Греции говорят много грузин в Греции да вот а это сейчас после эмиграции они поехали это это мне этот грек говорит я в Греции жены еще был от вас то мы проехали да 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 мы по Турции проехали тысяч тысяч шестьсот пятьдесят километров да 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 я все знаю я все знаю я все ролики почти смотрел вот теперь смотри как так получилось что Китай Китай два с половиной миллиарда а грузин только десять миллионов как так получилось да 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 почему да ну как это так почему да ну заповедь соблюдают не убей да но ведь рождение детей считается благословением я правильно понял да выходит да китайская нация благословенная а о Христе не знают как так ну здесь экстинкт этого материнства и вообще это же в совести человека не убей это внутри это же когда она даже как плохая мать но когда она видит что это убивают это же это надо пережить это на всю жизнь картина будет у нее перед глазами так ведь это не с одними грузинами то ну у русских было перед революцией прибыль прямая прирост за это отдельный прирост чистый прирост 3-5 миллионов каждый год и вот статья в комсомольской правде была на развороте написано нас было бы сегодня 650 миллионов если бы большевики не победили в семнадцатом году а возьмите вот прибалтика эстония латвия литва у них там 2 миллиона это уже все как ведь это не один не два народа а таких чеченцы возьмите там дагестанцы нету этих миллиардов то почему вот знаешь отец да я кажется по твоему совету я смотрел ты поминаешь часто вспоминаешь мацинковского владимира мацинковского да владимир филимонович да да и вот он вот у него книга я потихоньку читаю как это началась революция как он вел эти ну в различных там местах он устраивал собрания говорил о боге о христе да именно виновата церковь здесь я я считаю что вот она вот эту твою тему благовестия она прекратила и сделала вот эта форма вроде только форма соблюдать а содержание они потеряли это ужасно да много обряда и мало христа сегодня только свечное благочестие храмовое благочестие храм свечи крутанулись и пошли да знаешь вообще-то вот твои это темы понимаешь здесь в таком литературном поэтическом даже можно литературно-поэтической форме вот это выразить вот таким современным языком было бы очень хорошо у меня это все выражено в стихах в стихах да готовы к изданию 4 тома моих стихов по 800 страниц ну понимаешь память человеческая здесь вот допустим слушаю да по 2 часа твои темы да мне интересно слушать потому что видишь это дух это мысль правильное слово да мне это ложится на сердце понимаешь а они говорят что ты ну в общем не буду продолжать здесь ну здесь понимаешь вот в чем талант писателя так понимаешь это проповедник одно а талант писателя здесь вот что оно хорошо читается это не святые святые и больше миллиона у него издалось этот Тихон Шевгунов ты понимаешь о чем он говорит то да я считал его брал книгу она пустая совершенно там ничего нету ну да Гарри Поттер это издали не миллион а сто миллионов нет а колдуне мальчики колдуне нет нет я другую мысль хочу сказать да почему она имеет такой успех и аудио и кассеты и переводы делают что он вот будучи как ну вот режиссер вот сведущий в литературе он таким доступным словом описал то что значит было скрыто все их монахи их такие хорошие такие он их простыми людьми такими же написал поэтому я просто говорю что тебе это содержание такую форму надо изложить чтобы ну вот здесь литературную форму в этом талант писателя что один послушай это нет 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 это ничего не даст это дух ты смотришь на внешне это духовное сближение идет то что ни железо к магниту не притягивается любым языком вы смотрите сейчас возьмите стихи нацина где они популярны их вообще никто не знает да или вот этот это григорь на река ци армянский поэт пишет душа влекущаяся там к богу там все божественное каждое стихотворение поэма вообще я даже не знаю даже армяне не все знают когда даешь готовое готовое понятное не церковно славянское и сразу идет размежевание налево направо в этой литературности евангельский язык не литературный он очень трудно его трудно считать писал тверь возьмите но для людей которые духовные они упиваются они живут этим а другое одно и то же от проповедника слышат одни принимали а другие начинали поносить апостола павла в другое время тебя послушаем знаешь как это было семнадцатая глава деяния апостола апостол павел был поэт литератор что угодно о нем сказать но они любили новое слушать и когда начал говорить о воскресенье в другое время тебя послушаем до этого они слушали а дальше они не вмещаются не вмещается не в голову а в сердце я это очень хорошо знаю нужно цитата да это не литературный язык это ты из головы даже выброси а шевкунов написал он очень хорошо знает какая паства и вот этот у нас степаненко максим и он это и назвал женщины которая рождает ребенка внебрачно на букву б а сейчас говорят кто вот пишет комсомольская правда а он был незаконный сын по-старославянски вы блядок да слово то какое открываем словарь словарь диченко выпущенный сейчас слово блять что означает пустословие пустословие прелюбодеяние его сделали ругательным а в церковных книгах оно так и осталось нам на это не надо смотреть то мы пользуемся простым народным языком для людей это понятно я имею опыт проповеди среди военных многолетних среди заключенных и результат везде одинаковый если человек предуздан предопределен богом он сразу ухватиться ему не надо говорить было один раз только намек дал он евангелие сразу схватил а другой ему хоть задолбить да мне это не надо в другое время тебя послушаем это не в не в литературности он написал ее не для возрождения людей россии он написал потому что знает людей и что они любят возьмите вот этот расторгуев его растеряев кто он поет Игорь играет на гармонии и играет у него посещаемость четыре с половиной миллиона миллиона ну и что он пьет матершинник живет сам по себе люди его знают и он перед ними выступает он говорит о том что вот ромашки там на кладбище а тут там написано роман кто-то их споил но дальше то не идет он сам пьет апостол павел четко сказал пьяницы царствие божие не наследует вот я другого не должен говорить хотя у меня о пьяности написано очень большой трактат в книге к истинному православию но люди которые ничего не верят ему это не надо я говорю о вреде алкоголя какой он там особенно Жданов у нас но когда я говорю царствие не наследует вот корень всего ты потерял жизнь и не получишь там ничего поэтому вся поэзия вся литературность о пьянстве заключается в одной фразе пьяницы царствие божие не наследует первое коринфянам подал ему и все а он не принял он не избран правильно здесь если ты взял вот эту истину вот это на примерах нужно ее показать на плохих и хороших вот так в красивой форме вот это будет маленько не наклоняйся а подальше отступи маленько и опусти пониже чтобы глазок тебя видел у тебя прям глаза подрезает это ты должен как бы пониже сесть или глазок поднять вот так стой 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 это это много 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 назад вот теперь отступи назад стоп вот так ты будешь виден а то тебя не видно хорошо так теперь относительно того что ты сказал я маленько вернусь это очень важно два вопроса вот у меня один знакомый красноярском крае и он по интернету меня спрашивает ну допустим завтра к нам приезжает архиерей там митрополит пантелеймон и он его сказал а он преподаватель в университете и в академии этот человек который спрашивает я назову Юрий Соболев и архиерей то и говорит что из зала могут вопросы не задавать но вы и задайте какие-нибудь вопросы там узнаете что надо и напишите записку а он мне пишет а какие бы вы вопросы задали я говорю только два вопроса надо задавать хоть где бы ты ни был первый вопрос почему не проповедуется и не работается о рождении свыше без этого никто даже царствие боже увидеть не может даже на мытарство это первый вопрос везде почему день и ночь не стучат не работают направление рождения свыше пасту своей священники нерожденные свыше они остаются прежние грамотные академии заканчивает это все в голове они нерожденные второй вопрос Как сделать так, чтобы нам всем быть Вадимым Духом Святым? Кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Римлянам 8.9. Вот два вопроса решены, все остальное между этими полюсами. Я родился свыше, и теперь всю жизнь я должен двигаться Духом Святым, слышать голос Духа Божия. И Священное Писание, оно в меня со всех сторон заходит и охватывает. Я должен его проповедовать. Апостол Павел говорит, благовестие, благую весть нести. Не литературно, а как написано. И мне иногда встречаются так современные верующие, там священники, епископы, и говорят, ну вот мы знаем, у вас такой большой опыт. А вот как, с чего начинать говорить-то? Я говорю, открой Евангелие, больше ничего не надо. Поставь их перед лицом Христовым. А как лучше сначала рассказать или Евангелие? Евангелие. Когда ты его прочитаешь, да повторишь, и после этого кратко начинаешь изъяснять, приближая к жизни. И оно, Слово Божие, делается живым и действенным. Только тогда. Не в том дело, что я там... У меня нет никакого образования, ни одного класса, ни семинария, ничего нету. Но я живой... Вот это ты учишься день и ночь. Я день и ночь. Зачем тебе университет? Как-то посчитали, сколько за это время я показал литературы, это где-то на 10 университетов попадает. А я ничего не знаю. Я просто люблю моего Господа. Я люблю Его и делаю для Него. Его Слово, оно во мне. Отец, дай мне одну фразу. Фразу ставить, да? Ты здесь, понимаешь, очень рождение свыше, здесь жизнь не по плоти, а по духу. Это важные темы. Но вот я тебе просто здесь как своему учителю скажу, понимаешь, ты назвал эту тему, понимаешь? Но ты, вот видишь, ее мало раскрываешь. Просто она звучит у тебя, ну, как лозунг. Вот давайте нерожденный свыше, да, не наследуется. Все. Потом, когда ты раскрываешь тему, вот вчера у нас был разбор, значит, у нас дьякон Илья. И вот мы разбирали, значит, он предложил послание апостола Якова. И вот здесь они взяли, это Яков 18, 1.18. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Вот, значит, что? И вот Яков раскрывает в своем послании. «С радостью там впадайте, различные искушения». Подожди, у меня выскочило, у меня, да? Сейчас я найду, так вот, ага, Петра Якова, да? «С великой радостью впадайте в искушение, чтобы испытанная вера производит терпение». Понимаешь? Вот это, а, да-да, вот первое слово было. «Яков раб Бога и Господа Иисуса Христа». Я открыл, значит, раб, слово «раб». Да, так здесь раб был, значит, в Ветхом Завете, я не смотрел, только в Новом Завете. Значит, и апостол Петр – раб, апостол Павел много раз пишет. Значит, все апостолы были рабами. Поэтому здесь вот человеку нужно раскрыть состояние полном послушании Господу. Здесь, чтобы, здесь кто дает себя послушание, тот тому и раб. Кому, кто дает себя послушание, тот тому и раб. Поэтому это раб, не имея своей воли, полностью починить себя Господу. Вот Антоний Суровский хорошо говорит об этом, что, говорит, здесь, говорит, два пути, говорит. Вот молодые священники, говорит, они, или вот монахи, это пути, они полностью, это рабство, говорит, полностью послушание, говорит, это монастырь. А в миру, говорит, это на основании дружеских, вот, отношений священника и здесь и паспоры. Я, кстати, вот хочу у тебя, отец, спросить совета. Значит, вот сейчас мы переводим Антоний Суровский, вот о духовности и духовничества. Вот это было когда-то постановление Московской Патриархии, что здесь, ну, случаи такие, что, ну, священники, как, ну, на достаточество раскрывается этот вопрос. Вот мы переводим его, чтобы такую брошюрку издать на грузинский язык. Я тебе скажу только, слово духовность, раскручено Михаилом Сергеевичем Горбачевым, его нет в Библии. Вы переводите, ну, смотрите маленько, что переводите-то. А то переводить в русском языке означает портить. Переводит, говорит, добро на что не следует. Да. Поэтому вы смотрите маленько. Подожди, там начинается, это просто, это уже другие названия. Там начинается, эта статья называется «Берегитесь, братья мои, священники». Вот ты набери, и там увидишь это. Я его начитывал и распространял. Мне набирать-то зачем его? Да. Я его знаю. Знаю кое-что другое. Есть вопросы, которые они никогда не смогут ответить. Почему боятся в страхе, а в страхе мучения. Они все боятся друг друга. Почему ты молчишь, Тортищеву, протопопа вакуума говорит. А он деньги сует, и он под столом, тебе деньги нужны. Говорит, а ты-то сам-то еще же не идешь, ты не обречаешь никона, собаку, который лает на меня. А он вам отвечает, на это боюсь. Они все боятся друг друга. Я говорю, ну вы это видите, что в церкви мертвено все. Люди Бога не знают. Христа не знают. Православие наполнило все секты. А то открыли сектанты. Свобода перед государством. Любой сектант и яговист, он равный с нами. Государство-то, Грузия, не теократическое, а мирское государство. Да. А вот еще одна новость. Наши баптисты, вот которые были, помнишь, дядя Гоги Боглишвили, да? Да, помню хорошо. Да, там, значит, был, тоже там присутствовал один тоже, Ладо, как его фамилию был, забыл. Самоголашвили, кажется, да? Ладо. Так его сын там выучился где-то там в Англии, там выучился, она так хорошо язык знает, да? И он это принял, англиканскую, это, все это учение. Они уже в этих подрясниках ходят, положили женщину епископом. Ну, и поэтому там произошел раскол. Значит, баптисты, чистые, так назовем их, они отдельно, а эти остались отдельно. Вот такая новость. Ну, чистые, это Пуритане, там, вы думаете, еще не надо было. Да, да, и надо. Англиканская церковь доказывает, что у них истинное рукоположение от апостолических времен. И перед революцией уже были на пороге объединения с православной церковью. Это кто, подожди, я прослушал. Англикане, англикане. Англикане, да, да. Англиканская церковь. Мы этого не знаем, поэтому нужно быть очень осторожным. Теперь, относительно рождения свыше. Больше моего никто не говорил, ты просто не в курсе дела. У меня в книгах столько объяснений с разной позиции, любое слово. Нет, подожди, подожди, отец. Я вот по твоим проповедям здесь, ты, здесь беседам, да, ты все время эту тему говоришь, так? Но, понимаешь, раскрыть, что, вот, допустим, я уже тебе пример привел, вот апостола Якова говорит, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Вот это наше отношение, полное послушение, посвящение себя Богу. Без рождения этого не может быть, куда вы лезете? Сначала родиться, человеку надо родиться, а потом определиться, где быть. Первый пункт рождения, вы меня не слышите, когда я говорю. Он учитель Израилев Никодим был. И он, ты, говорит, учителя, не знаешь этого, не знает. Он совершенно по-плоцкому растуждал, в утробу матери войти, другой не знает. Вот сейчас я еще раз этот стих посчитаю, 18, 1, 18, Якова. Восхотел, восхотел, родил он нас словом истины, словом родины, говорит, которые не от плоти, не от крови, но от Бога родились, понимаешь, от Слова Божия. Поэтому вот это слово, уже тебе, твое отношение к Богу, что ты его раб, что тебе нужно полностью довериться, что от Него все источники жизни, все хорошее идет от Него здесь. А все это худое или не худое, идет против, который не славит Бога, идет от этого мира. Понимаешь, эту постоянную тему нужно раскрывать. Вот, допустим, любите там врагов ваших, понимаешь, вот человек, это вершина любви. Это через Слово Божие, вот этот твой дух, он просвещается. То есть он растет уже, рожденный дух, который решил посвятить себя Господу, рожденный дух этот, да, он возрастает в возрасте духовном, уже до того он совершенства достигает. И вот эта цель, говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. Потом мы читали, вот я внимательно читал, значит, «Невидимое брание», Никодим Святогорец. У него начинается, так, говорит, цель, говорит, как здесь сближение с Богом, единение со Христом. Вот, поэтому, вот, говорится, и путь вот этого совершенства, он всегда перед нами стоит. Поэтому здесь вот эти примеры твои, вот это очень хорошие примеры. Отец, я тебе скажу, смотри, вот эти монахи, там, Никодим Святогорец, они оторваны от жизни, они жизни не знают. Надо, чтобы человек был в жизни. Послушай. Да. Я говорю, они жизни не знают. Ну, да, там вся книга, жизнь, там жизнь, он все пережил. Я не закончил фразу-то, слушай внимательно. Я слушаю, священник говорит, ты сядь прямо, мне тебе только глаза видать одни, прямо, вот так, не наклоняйся. Вот. Он говорит абсолютно правильно, и под каждым словом может подписаться мусульманин и буддист. Он не берет самое сердцевину. Апостол Павел говорит, я положил основание, а каждый смотри, как строит. Но, чтобы положить основание, надо быть рожденным тому, ему родиться сначала надо. И где положить, там надо быть рожденный-то. Вы первоначальный шаг людям не даете сделать, священники. Рождение свыше, это первый шаг. А когда родится, тогда определится, с чьим рабом он будет. Вы говорите, это не по делу сейчас. Рождение свыше и водительство Духом Святым. Православие вообще этого не знает. Не знает. Это нет в проповедях самых знаменитых учителей церкви. Нету. Они не говорят об этом. Вот, допустим, монахи говорят, что такое уныние. Они по частям разлагают. Это прилог, это вступление, ну, как основная часть. Меня спрашивает, вы поняли? Я говорю, я-то понял, а вы-то считаем мы вместе. Святогорец считает. Говорит, и Авва Марк, это добротолюбие, Авва Исаия, ни один не перескажет. А вы можете сказать, да, я могу сказать просто. Уныние приходит от плохо сделанной работы. Точка. Все. Уныние от плохо сделанной молитвы. Сотворить молитву. Уныние от того, что ты плохо спал. Плохо ел. Все от этого. А почему? Потому что нет водительства Духом Божьим. Где Дух Божий? Там всегда идет трехступенчатая молитва. Да. Еще уныние. Просительное благодарение. Скажите мне, вы считаете канон Андрея Критского? Этому канону Андрея Критского уже тысячу почти двести лет. Неужели ни одного человека не было за тысячу двести лет во всем мире, которые сказали бы, что этот канон написан для оглашенных, не для верующих? Да. Почему? Я стал говорить, когда, так сейчас-то мы, Кирилл Сахаров и все. Я просто спрашиваю, скажите, 50-й псалом считают все время в начале богослужения. Это считается из всех псалмов самый важный, более всего употребляемый всеми, особенно православный, грешный, многогрешный. А чем он вызван? А предисловие, когда Нафан пришел, когда он поразил Урию и вошел к Версавии. Так? Так. Не будь этого греха, не было бы избавлено от крови Божьего, Божьего спасения моего. А он, Андрей Критский, архиепископ, подписал Анафему 6-му Вселенскому Собору. Руку взял и подписал. А там 630 епископов, он всех Анафеме предал. А потом, когда ему по темечку-то Господь стукнул, он говорит, что я сделал? Я дезавуирую эту подпись. И вот это искрой Бог вышиб из него этот канон. Но этот канон для кающегося, который совершил смертный грех. А его считают подряд всем. Второй благодарственный, я его возвел. Я написал трехступенчатый этот канон. Ничего не меняя. Одно и то же событие. А третье это уже суперсловословие. За каждое событие, 240 событий, какие были там им помянуты, везде и всюду словословие Аллилуйя. Ну это-то можно было дойти? Нельзя, это не открыто. А мне когда начинают долбить, ну а почему до вас никто не сделал? Ответ у меня очень простой, потому что я еще не родился. Родился, это мне назначено было сделать. Вы многое не сделали. Ни разу не было комментариев на блаженного фефилакта. За 900 лет. Ни одного. Так, минутку, меня звонит. Я слышу, там у меня пришел Володя. Володя, прости меня. Я думал, это у Наума там на кухне вижу, там ходит кто-то и... Они стущат. Отец, нужно всегда доходить до предела, за которым открывается тайна. У них этого нет. Вы скажите, скажите просто им, читаете ли вы псалтырь? Читают. На каком языке вы считаете? По крайней мере, узнайте, кто его перевел вам на ваш язык. У нас кто перевел, я еще ни одного человека не встретил. Герасим Петрович Павский. Равных ему не было переводчиков и нет по сегодняшний день. Он составлял учебники для еврейских школ. Воспитатель царских детей. И он переводит Ветхий Завет. И для чего? Для лучшего разумения в Академии Духовной. Они не понимают в Академии. И он переводит. И когда узнал о царских чиновнике сатрапа, они устроили розыск. 500 экземпляров были. Экземпляра два спрятали. Остальные были изъяты и сожжены. Вы вдумайтесь в это безумие, которое было при царе-батюшке. Безумие полное. Я долго искал. Но почему они так воевали против понятного языка? И наконец нашел. Митрополит Пиларет сказал. Если только будет Евангелие народу понятное на русском языке, будет революция. Я думаю, они с ума сошли. Это в церкви, в церкви, не гражданская. Вообще перевода не было. Сядь прямо. Ты меня просал. Нет, нет. Революция будет гражданская. Я говорю вообще. Ну что тебе говорить? Я в Евангелии, это в церкви так и не считалось. Библия переведена в 1876 году. А Крещение-то приняли когда? А грузинская Библия, когда мы с тобой встретились в эти времена? Ну и что? Нормально? А в Греции переводчик, который сделал, убили. Убили вместе с патриархом. Это же надо понимать. Вот откуда корень-то. Рождение свыше перерождает человека. Он слышит голос Божий. Я встречаюсь с человеком. Я говорю, вот написано. 118-й псалом, 164-й стих. Семикратно в день, каждый день, прославляю тебя за суды правды твоей, за Майдан, за все, что совершается в мире, за суды, за казнь, за мировые войны, за перестройку, за революцию, за убийство царя. Я за все его прославлять должен. Потому что у Бога высчитано и написано, проклят, кто меч Господень удерживает от крови. Иеремия 48, 10. Проклят. Хотите быть проклятыми? Продолжайте слезы лить. Надо только благодарить. Я не закончил. Вот рожденный свыше, он слышит голос Божий. Он не просто раб. Господь говорит, я не называю вас рабами, друзьями называю. Это выше, выше, чем раб. Раб, он слышит все. А теперь я настолько слышу, понимаю, исполняю, что он меня считает, усыновляет уже. Я сын его. Это для нас надо вложить сюда. Ну а хорошо ли будет, если я скажу, а я сын Божий. Да написано, дал власть быть сынами Божьими-то. Я у вас проповедь говорил на эту тему. Дал власть. Почему мы этой властью не пользуемся? Почему, когда пишут письма или где-то, у православных всюду, везде превалирует, то есть все покрывает грешный, многогрешный, супергрешный. Апостол Павел никогда так не говорит больше. Подражайте мне, как я Христу. Я желаю разрешиться, и что? Помолитесь за умершего, не было этого. Мощи мои терзайте, не было этого. И быть со Христом. Я со Христом. Желаю разрешиться, но для вас пока полезнее, чтобы я был среди вас. Рожденный слышит, слышит голос. Я беседую с человеком. Я говорю, ты как молишься? Ну, как положено молитва слову. Скажи, вот об этом ты молился или нет? А еще надо молиться. Он даже не знает, о чем молиться. Вы не знаете, о чем молиться. Но дух ходатайствует за нас воздыханиями, неизреченными, вопиявава очи. Он отец над всеми отцами. Авва очи. Это сирское слово, авва. Он не знает. Я говорю, ну хорошо, теперь ты узнал. Я тебе сказал, какая у тебя беда. В тебя вошел демон. Ты его не видишь. Он у тебя изо рта везде идет. Недостойно причащался. Ты помолись у Бога. Вот мы с тобой беседуем. И тебя он разрывает от злости. Помолись. И послушай, что Бог скажет. В конце молитвы, как вначале, нужно остановиться и сказать. Говори, Господи, слушает и слышит раб твой. Раб твой слушает. Я сделаю то, что положено. Бог не отвечает. Ни сегодня, ни вчера. Но за через 10 дней или 10 лет он заговорил. Но когда Иеремия пошел и говорит, вы меня послали. Вот они в Египет когда бежали, испугались. Я, говорит, буду. Это уже после поражения Израиля. Я, говорит, спрошу Бога. Бог ответит. Они даже сами знают, что им Бог не отвечает. Но вы не будете делать, как Бог сказал. Нет, мы будем. И он сказал, не надо в Египет идти. Вернитесь назад в Иерусалим. Вас никто не тронет. А это не Бог говорил. Бог говорит и людей только тогда, когда сходится с моим. И поэтому Григорий Низкий, брат Василия Великого, сказал, люди верят только в то, что сами могут сотворить. Веры-то нету. В людях веры нету. Которая ваша, это прихожане, перебериха. Сколько останется таких? Когда Господь сказал о том, что в них не вмещается, они все ушли. И остались 12. Не хотите ли вы уйти? Не надо за них цепляться. Они ушли. А почему? Они не прописаны у Бога в книге жизни. Они не избраны. Я раньше старался доказывать. Сейчас вижу, не надо доказывать. После первого-второго вразумления отпрощайся. Ибо он развращался. Будущее самоосужден. К титу. 2.10. Он самоосужден. Он прописан в аду. Его не стронут ни Христос, никто. Ни я, ни Христос. Тебе не поможет. Ни Бог. Если ты себе не поможешь. Ян Златоуст. Я говорю об этом. А вы молитесь, ответ получаете. А у меня безответных молитв нету. У меня одна молитва есть безответная. Я знаю ответ, но я вижу, что она не сдвигается с места. Почему 40 раз, Господи, помилуй, говорят? Это вопиющее неверие в Богу. Больше двух раз нельзя говорить. Нигде в Писании этого нет. Я этот вопрос перед Богом. И Господь отвечает. Пока не родятся свыше уши и глухие, как у аспидов. С словом любого заклинателя. Если человек не понимает, о чем молится. Ну а вы молитесь о ком? Я говорю, я молюсь о всех правителях мира, которые знаю. И что я могу сказать, что молиться легко. Вот за правителей я молюсь, у меня нет ни одного. Начиная с Путина, Владимира, Дмитрия, которых я знаю. Порошенко там в Украине. Там все, Рамзан Кадыров, белорусский, с кем я знаком. Хотя бы через администрацию. Я отвечаю, что молиться легко. Но есть священники, о которых я молюсь и молитву едва прожевывать могу. Я не могу ответить, а почему? Вот есть такой Андрей Ткачев. На Украине был, он сейчас в Россию. Он очень грамотный, он говорит, его патриарх знает. Молитва о нем не идет. Почему, я не знаю. Он писатель, он пишет. Я не знаю, повторяю, я не знаю, я просто тебе говорю. Есть люди, когда молитва вязнет в устах, я говорю и сразу забываются. Да что вы так, когда ведь я перед Богом стою. Он мне дал власть, быть чадом Божьим. Я не имею, я его не встречал, я его не знаю. И бывает человек, который там приет, тебя говорит. Я начинаю молиться и молиться легко. Проходит время, человек обращается. Вот у меня это было. Это в 86-м году против меня был свидетель. И пройдет 28 лет, она придет к нам, сейчас член нашей общины. Вчера у ней внучка родилась. Она обнимет, поцелует меня при всем народе, заплачет и поклонится. Простите меня. Меня родители натравливают, мне 16 лет только было. А молитва шла легко, почему? А семя проросло. Ты на молитве проверь, не просто языком молоти. А вот такое-то, молись только за тех у покой, если принято молиться у православных, которых ты знаешь. Не досаждай Богу. Не гневи Бога. Когда умер Лев Толстой, то его сестра Иннокиня, она пришла к оптинским старцам, кажется, она с Анатолием беседовала, и говорила, как мне быть. Он говорит, ну, любовь, конечно, у тебя большая, но ты молись дома, тайно, хилейно. И в конце молитвы добавить, если тебе, Господи, это угодно, а если не так, прости меня. Я человеческий дух в себе еще имею. Я его люблю. Когда он Анатолием предан, которое не снято, о нем нет молитвы. Нет молитвы. Вот у нас был мэр, мэр. Он в десятку лучших мэров выходил. Он много для нас сделал. Я получил благодаря ему это место, которое я высудил. Но вот он внезапно погибает на дороге. Я узнал. Я встал на молитву. И дальше молиться не могу. Я не стал звонить по городу. Наконец, главный редактор центральной газеты нашей. Она говорит, он был верующий. Какой он там верующий? Он в храме принимал ребенка. Крестили там, говорит, там у кого. Вот какое дело. Я когда точно узнал, что он не был врагом Божьим, он мне помогал. Он слушал. Я стал за него молиться и в конце добавляю, прости, Господи, если не так. Баварин Владимир Николаевич. Надо иметь связь с Богом. Это значит быть Вадимом, Духом Божьим. Я вот говорю как пример. Мне одна из Италии пишет, ну в интернете. Помолитесь. Я молодая, вышла замуж, уехала в Италию. Теперь никого нету. Дети неверующие выросли. Меня тянет на родину. Ну у меня здесь квартира, все, пенсия итальянская. Ехать мне или не ехать? Помолитесь, пожалуйста. Я говорю, у вас разве нет там кому молиться? Да я слышал, вам Бог отвечает. Ты правильно слышала, но только ты не знаешь, как я молюсь. Я не буду упрашивать у Бога. Я буду просить, Господи, дай познать волю Твою. Да будет воля Твоя. У меня молитва не с требованием, не с просьбой. Она уже через день спрашивает, какой ответ? Я говорю, ответа нету. Проходит неделя, опять запрашивает. Я говорю, я молюсь каждый день, несколько раз, ответа нету. Бог молчит. Почему? Пока не знаю. Через месяц она снова мне вопрос. Я говорю, ответа нет. Встал на молитву, ответ пришел. Я ей сразу же давлю, ответ пришел. Получай. А теперь люди интересуются. Ну вы прямо на себя берете такое, как пророк. Он не понимает, что я говорю-то. Он меня может назвать пророк, порог, как угодно назвать. Я не пророк. Повторяю. Я слушаю моего Бога, которого люблю, для которого все отдал. У меня нет ничего. Я раб его. Мое я уничтожено было там на пороге. А когда оно пробуждалось, я давил его, смирял и порабощал тело мое. А какой ответ? Я в ответ получил от Бога. В первую очередь запиши. Ответ от Бога. И вы в этом не сомневайтесь, ни грамма. Я не могу сомневаться, потому что неверующий Богу представляет его лживым. А какой ответ? Я ей показываю. Послание к ефесянам. Стих такой-то, глава такая-то. Она открывает. Ну и что? А теперь запиши крупно. Возьми в руки эту картонку. И пойди к своему духовнику, к священнику. И расскажи, как ты просила меня молиться. Это ответ от Бога. И теперь, как Он тебе скажет, так и поступи. Я не даю ответа окончательно. Я на себя ничего не беру. Я просто сказал этот стих, он прямо к тебе относится. Так вы сами придумали, потому что знаете Писание. Считай так. Считай, значит, меня Бог наставил, что я придумал. Что бы ты ни сказал, ты вернешься к этому месту Писания. А теперь, теперь иди, где ты исповедовалась. И так всегда поступайте. Всегда. И ни разу еще не ошибся. Во-первых, я не обидел священника. А кто он, духовник? Я даже не спрашиваю, какой он. Я знаю одно. Это твой духовник, которого Бог допустил до тебя. Он о тебе заботится. Сядьте вместе, откройте Библию, помолитесь. И как он скажет, он скажет, не я. А тебе нужно да или нет, ехать или не ехать. А я от вас ждал ответа. Другая из Германии звонит. У нас внука, он один у нас внук такой, на операцию ложит. Очень тяжелая операция на сердце. Помолитесь. Я говорю, откуда вы знаете, что мою молитву Бог слышит? Там с Америки узнали, там с Германии тоже. Я говорю, я сейчас буду молиться. И сейчас я тебе скажу, ровно через 15 минут он умрет на операционном столе. Я ответ уже получил. Считай, что так. Да как так? Так тебе что надо-то? Волю Божью или свою? Божью. Ах, Божью. Ну тогда, слушай внимательно. Я буду просить у Бога воли Божьей. С твоей волей это сходится. Господи, положи хирургу поступить так, как нужно, чтобы руки его не сделали ошибки никакой. Услыши молитву матери и бабушки. Смилуйся, сжалься над ними, владыком. Но ты знаешь жизнь ребенка в дальнейшем. Может быть, будет злодеем. Может, он будет такой, как вот Шуженко Александр. Десять, сто девушек зарезал. Кинжалом орудуя в промежности. У живых. Сделай так, Господи. Если он не нужен, забери его. Ибо он один из дома Ахава может быть угоден тебе. Так молитесь или не молитесь? Она молчала, говорит, помолитесь. Проходит два часа, звонит. Операция успешная, но температура. Помолитесь. Она тут же буквально звонит. Температура внезапно прошла вниз. Да к ней по молитве моей. Молитва моя вообще ничего не значит. Молитва это только тот канал, через который Господь допускает нас к милосердию своему. Моя молитва это пустой звук. Еще, наверное, ну я говорю, что от этого изменится-то? Ни одна волосинка у меня лишняя не перерастет на лысине. Но я прошу Бога, Господи, твоя воля да исполнится. Да прославит тебя народ твой. Тебе понятно, отец? Да, да, да. Ну, понятно, это молитва. Вот я даже записал твою молитву. Вот, Господи, дай познать волю твою. Ну, по этому вопросу, вот о погребении, вот молитвы за усопших, у меня была такая интересная история. Ну, я только еще птенец на приходе. И вот умер коммунист, который был, ну, никакого отношения ни к церкви, ни к Богу он не имел. Ну, и вот умер. Я говорю, здесь его разрешительную грамоту туда не ложите, потому что это свидетельство, что он покаялся, примириваясь с Богом. Не ложите туда. Что-то опустил, подержу давай. Ну, мы там молимся о нем. Потом я смотрю, там где-то там под гробиком лежит эта разрешительная грамота. Ну, я так возревновал и разорвал эту разрешительную грамоту. Потому что, да, и все такой вздох, как же так здесь, да. Ну, потом сказал, что здесь, если церковь свидетельствует, что он верующий и верит, пока я не ушел. А здесь нету такого свидетельства. Так что мы только можем вот так вот келейно молиться о нем. Здесь о спасении души. Ну, вот, наверное, я правильно поступил. Да, вот, Амброси... Нет, ну, правильно я поступил. Правильно, абсолютно правильно. Амброси Юрасов говорит, пришла одна прихожанка его хорошая, и говорит, у него папа умер, он коммунист был. Но он верил, хоть ни грамма не верил, он поносил священников. Как бы его отпеть-то надо? Ну, он говорит, ну, не верил отпеть. Как? Да он верил в идеи Ленина. А-а-а! Так у нас там памятник перед краевой администрацией. Пусть гроб отнесут и стукнут его от памятника. В гробах-то. Да, и все, больше еще можно сделать-то. Потом, отец, еще у меня вопрос, значит, вот насчет перевода. Значит, вот иеговисты, они часто ссылаются на переводы Архимандрия Макария. Значит, он перевел только Ветхий Завет, и признается ли он церковью? Вот это такой вопрос. Два вопроса. Отдельно перевода нету, но счастье оттуда взято. И когда переводили, на него ссылались. Потому что, говорит, вот проповедь говорит Ян Златоус, перед ним лежало три перевода, четыре перевода. Септуагин-то, Симаха, Феодатиона и Акилы. А это раввины еврейские переводили-то. А Златоус ими пользовался. И при том, переводы очень сильно разнились, но они говорили об одном. И он не отрицал ни одного. Вот это кругозор, вот это культура. Мы там какую-то брошюрку составляем, вот поэтому так очень важно. Значит, он, Архимандрит Макарий, он только Ветхий Завет перевел. Ну, вот хотя бы часть вот этого. Вы скажите, сохранилось, до нас дошло. А что он перевел, мы не знаем. Только Ветхий Завет, да? Я говорю, мы не знаем то, что сохранилось. Он много претерпел за этот перевод. Как они его гнобили? Он умер раньше времени. А церковью признается то, что сохранилось. Он канонизирован. Да, канонизирован. Он канонизирован. Это наш алтайский, алтайский наш. Он на Алтай трудился. 475, кажется. Да-да, он миссионер. Да, он миссионер был. Но его только брали во внимание, смотрели, иногда обращались. Перевода его отдельно, отдельной книги нет ни одной. Это как мне известно. Главные переводчики были это Павский и Хвольсон. Хвольсон Ветхий Завет переводил. Давид Аврамович, крещеный еврей, доктор филологического университета Германии. Да-да-да, это я слышал. Ну вот, переводили 4 духовные академии. В месяц 3 дня присутственные были с синодом, а один посвящен прямо просмотру перевода. Более лучшего перевода считается, может быть, даже и нету, не считая оригинала. Русский перевод один из самых лучших в мире. И поэтому, когда новые какие-то переводы там, это не переводы, это бульгарщина. Даже у этого, там, Касьяна перевод Новый Завет, я их насчитывал на пленку, чтобы другим дать знать-то. Сейчас вышел бульгарные переводы, новые, я их все до одного знаю, знаю. Они сделаны на уровне первого класса, когда человек учится, а еще впереди 10 классов университет. Я беседую с Александром Менем, евреем. Он работает с оригиналами, с литературой. Я говорю, это у меня записано. Вот, отец Александр, а вот вы переводите с еврейского, да, я знаю это. А скажите, а вот Хвольстон переводил, вы могли бы так перевести? Он вот так, да вы что, Хвольстон, да? Мой уровень разве такой? Нет, конечно, нет. Он еврей, один из умнейших людей. Мы там с тобой были, мы были у него. Мы с тобой были у него. Да, я не один раз-то был. Еще раз говорю, что он умом своим понимал. Это не тот уровень. Какие переводчики? И поэтому, когда я считаю новые переводы, я прочитаю и думаю, как люди Бога не боятся. А там Аверинцева, ну, разное-разное. Они говорят уже про яговистов, новый всемирный перевод. Вот это вообще к Библии не относится. Да. Да. Ну, я, знаешь, мы хотим брошюрку написать вот про яговистов. Ну, не про яговистов, что места писания. Значит, сейчас вот мы в онлайн, там перевод нового мира. Вот так называемый перевод Библии. Именно перевод, вот наш перевод, вот этот синодальный. Вот тексты. И вот именно как вступление сделать, чтобы так было, вот посоветуй нам, как сделать вступление, говорит, что... К чему? К чему? К этому? К яговистской Библии? Нет, не яговистой Библии, да. Вот, понимаешь, мы сделаем такую подборку основных мест писания. Здесь именно синодальный перевод, ихний перевод, что ложь, под такой девиз, ложь свидетелей иеговы. А везде Геотроицы, отец, Геотроицы, говорится, все места берите. Сущий над всем Бог. Итак, три свидетеля на небо, они там на два переводят как угодно. Это не перевод у них. У них было, в Англии, когда в суд подали, шесть человек писали, пятеро, не могли ни одного слова по-еврейски перевести. Да, переводить они... Да, да, я это, да, есть у нас этот материал. Ну вот, это мошенники, это люди-безбожники. Так, да давай, наверное, прощаться, у нас уже мы говорим один час и пять минут. Какие вопросы будут, выходи на меня. Благослови нас, и отрухи. Да, да, ну, благодарю тебе, отец, что пообщались, да. Да. Да, все будьте здоровы. Валентин. Кто меня знает, где я был, у вас выступал в храме, говорил слово, всем поклон передавай. Да. Все. Его все коснулось, и какая у меня обстановка, а другой, не знаю, да он бы хоть костюм постирал, порядок навел. Вот это порядок, то, что, видите, это самый лучший порядок. Я ни одного, говорится, полностью минуты еще не тратил на это. И вот он получил полное крещение. Мы поехали, мы поехали в Переделкино. Есть такой, как поселок или как писательский. И там храм во имя митрополита Филиппа, убитого Малютой Скуратовым. И там его крещение было. Сейчас отец Василий там что ли был, крестил его, а я его восприемник принимал. Ну и вот он теперь священник в Грузии, отец Наум Израилевич Борщуков. Его когда спрашивают, а какой ты национальности? Он до той же, что мой Господь. Видишь как. И главное, ему открыто все, и тема масонства. Его дети поехали в Израиль, а их затормозили, вернули, говорит, назад. Это он так рассказывает. А родители его в Израиле. Его родители. А женат он на грузинке, не но. И за что? За то, что он нигде не против евреев. Сохрани Бог. Он еврей, любит евреев. Но он знает, что необходимость заставляет говорить правду. А необходимость в том, что нам придется предстать на суд Божий. Богу нашему слава. Аллилуйя. Аминь.